Доллар США в пятницу к окончанию торгового дня отпустился против своих основных конкурентов в связи с тем, что отчет по рынку труда в США вышел неоднозначным. Так, согласно официальным данным, в ноябре было создано больше рабочих мест, чем прогнозировали аналитики. Уровень безработицы снизился, однако подпортил все показатель по средней часовой заработной плате, который продемонстрировал падение. Согласно отчету, подготовленному Министерством труда США, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 178 тысяч, после прироста в октябре на 141 тысячу. Аналитики прогнозировали рост индикатора на 175 тысяч. Безработица также уменьшилась в ноябре. Показатель в прошлом месяце указал на сокращение уровня с 4,9% до 4,6%. Средняя почасовая заработная плата в ноябре упала на 0,1%, после прироста в октябре на 0,4%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%. Показатель по заработной плате внимательно отслеживает с ФРС при принятии решения по процентной ставке. Вышедший в пятницу индикатор подавил доллар США. Так, индекс американского доллара к окончанию торгового дня находился на отметке 100,85, при этом продемонстрировал сильную волатильность, прикоснувшись к дневному максимуму около уровня 101,10. Сегодня аналитики прогнозируют слабость господствующей мировой валюты, поскольку рынок будет находиться в ожидании публикации показателя по деловой активности в производственном секторе. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. До встречи!